Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мама говорит, что нельзя орать громко, потому что заболеть горло. Это правда или нет? Хороший вопрос. На самом деле, понимаете, Арсений, что вы должны четко усвоить? Все мамы очень не любят, когда дети кричат. Все мамы. Почему? Потому что детенышей криком зовут на помощь. Когда громко гавкает щенок, когда громко мяукает кошка, то и мама кошка, и мама собака очень пугаются. Они знают, что детенышу, щенку или котенку угрожает опасность. Поэтому, когда вы, Арсений, кричите, у мамы сердце не на месте. Она очень пугается, она очень боится, что с вами что-то стряслось. А вы просто кричите, потому что вам хочется покричать. Поэтому вы таким образом пугаете маму. Нет, у вас, наверное, не заболит горло. А если заболит, то вы сами по себе перестанете кричать. В общем, мой главный совет. Дорогой Арсений, не пугайте маму, любите маму. Не надо орать, когда можно говорить нормальным языком. Надеюсь, вы сделали правильный вывод. А у нас, кажется, есть еще вопросы. Меня зовут Дима. Мне 5 лет. У меня нет ни одной прививки. Не можем ли мне их делать? Какие и когда? Ну, на самом деле, это не очень хорошо, что у вас нет прививок, потому что мы же живем там, где живет куча людей. А когда есть много людей, вот эти все люди могут заражать друг друга разными опасными инфекциями, от которых нас, собственно говоря, прививки и защищают. Поэтому подойдите к маме и скажите, мам, ну вокруг куча народу, ну я реально боюсь. Я не хочу заболевать всякими разными инфекциями. Мам, помоги мне не бояться. И мама обязательно вам поможет, найдет хорошего доктора. А у доктора есть специальная бумажка, которая называется календарь прививок. И, кстати, в этой бумажке есть даже специальные правила, как делать прививки ребенку, которому вовремя прививки не сделали. В общем, вам правильно прививки сделают, и вы будете здоровый, красивый и защищенный. И главное, и вы, и мама перестанете, в конце концов, волноваться. Ну что ж, друзья, кажется, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Это говорит о том, что вы замечательные здравомыслящие родители. Ну а значит, мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова